я приветствую друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей и в сегодняшнем выпуске я отвечу на один вопрос моего подписчика он задал мне интересный вопрос ну как мне показалось это достаточно интересный вопрос где лучше работать на предприятии в отделе в управлении где-то да то есть это наверхах да в кабинетах или все же в техническом бюро или технологическом бюро в самом цехе вопрос интересный я задался этим вопросом и начал так размышлять потому что я знаю что такое работать в отделе я знаю что такое работать в цехе и в принципе понимаю плюсы все и минусы той или иной работы и сегодня я вам расскажу где же по моему мнению лучше работать погнали и так во первых спасибо что вы мне задаете вопросы я люблю отвечать на все ваши вопросы какие-то интересные темы подымать и вот сегодня мы поговорим где же все-таки лучше работать в цехе или в цеху да как говорят или в отделе в управлении и так далее допустим если касается меня дату я начинал свою трудовую деятельность именно с технологического бюро цеха то есть цеху было бюро она находилась немножко отдельно конечно не в самом так сказать а цехи да на площадке она в отдельном здании находилась но мы были так сказать всегда коммуницировали именно с производством помимо этого я общался с коллегами и часто посещал так называемое управление главного технолога конструкторы металлурга и многие 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 отделы и управления да то есть я смотрел как работают люди там так сказать на местах что я могу сказать сделать какой вывод из всего этого так как я начинал с цеха я видел как происходят все процессы как происходит обработка различных деталей то есть это ознакомился уже на практике с той теории которую мне давали в колледже на то время да потом и университете общение с коллективом а именно с коллективом людей которые непосредственно изготавливают продукцию да есть большие плюсы работы в цеху под ну по каким-то определенным причинам это естественно визуализация всей теории которую вам дают в колледже техникуме до в институте или даже в каком-то другом учебном заведении но вы потом начинаете свою теорию подкреплять непосредственно практикой бесценный опыт вы получаете при общении с исполнителями технологического процесса который вы разрабатываете то есть вы можете подойти к токаю к фрезеровщику к наладчику строков спу да к сверловщику и что-то узнать поговорить посмотреть потрогать все руками и это поверьте дорогого стоит что касается условий дул то конечно необходимо износить не одну пару ботинок по цеху по стружке походить посмотреть шум гам но опять же сказать что это прямо там совсем-совсем худое дело я не скажу поэтому я как бы так как выходит я сам с производства конечно очень уважаю специалистов которые работают как я говорю всегда на земле теперь давайте второй вариант рассмотрим как же люди работают в управлениях в отделах и так далее не скажу ничего что люди работающие в отделах или управлениях они к примеру там сидят они куда носа не кажут они ничего не делают и ничем не занимаются естественно у них очень большой фронт работы но эта работа больше бумажная больше теоретическое больше сейчас уже на компьютере да то есть они что-то чертят разрабатывать технологические процессы то так же самое да они подбирают режущий инструмент оборудование то есть они перерабатывают большой пласт информации но при этом находятся в уютных кабинетах управлений и отделов ну конечно я собру если скажу что они только там и находятся они естественно тоже посещают цеха но у них нет такой необходимости постоянно находиться на производственных площадях и допустим 80 процентов или даже 90 рабочего времени они проводят у себя в кабинете за компьютером и выполняют определенный пласт работы да есть конечно отделы и бюро которые более плотно коммуницируют именно с цеховыми технологами которые непосредственно чаще посещают производственные корпуса а есть которые абсолютно их не посещают ну конечно есть и сравнивать цех и сравнивать допустим отдел то в отделе работать уютнее и теплее до летом под кондиционером прохладнее да в цехах конечно таких условий нету и технолог цеховой работает так сказать в более таких спартанских условиях мы не возьмем во всех производствах конечно есть производство тех отличный микроклимат но большинстве случаев это не так поэтому если у вас приличает именно комфорт вашего рабочего места то вы однозначно должны перемещаться сторонам управлений отделов и бюро которые не связаны непосредственно с производством если же вас тяготит такая романтика именно производственно если вы коммуникабельный человек если вам все интересно то чем вы занимаетесь вы хотите это все увидеть в живую потрогать своими руками даже может быть где-то научиться делать какие-то манипуляции опять же измерения различными приборами до контрольные приспособления то есть все это то столкнуться с этой вот всей проблематикой и набраться максимального опыта как инженер то конечно милости прошу вас в производственная цеха на этом все друзья ты пиши обязательно в комментариях каков где лучше работать в цеху или в отделе пока пока